Всем привет! Сегодня я готовлю рубленные котлеты. Они получаются очень нежные, сочные и вкусные. И это отличная замена обычным котлетам. Филе индейки нарезаем на небольшие кусочки. Отправляем в глубокую ёмкость. Сыр нам нужно нарезать на мелкие кубики. Можно брать любой твёрдый сыр. У меня сегодня король Артур. Одну луковицу измельчаем с помощью блендера. И добавляем к фаршу. Вбиваем одно яйцо. Подсаливаем. Перчим по вкусу. Теперь нам нужно добавить 3 столовые ложки крахмала. И перемешиваем. В конце добавляем майонез. Накрываем пакетом и даём постоять минут 15. За счёт крахмала фарш станет немного гуще. Готовить котлеты я сегодня буду на своей новой сковороде фирмы Фрайбаст. Это литая сковорода с керамическим покрытием внутри и снаружи. Которая содержит слой отрицательно заряженных ионов, обладающих антибактериальными свойствами. Поэтому посуда этой фирмы является экологически чистой. Что для меня является очень важным фактором. Ручка в ней с силиконовым покрытием. Очень удобная и приятная на ощупь. Также в комплекте идёт крышка с усиленным пароотводом. Если честно, я в восторге от этой посуды. Она очень яркая и поднимает настроение. Я обязательно в описании под видео оставлю ссылку на официальный интернет-магазин компании Фрайбаст, где я её приобрела. Разогреваем сковороду и вливаем растительное масло. С помощью столовой ложки выкладываем фарш и придаём им форму котлет. Как только поджарилась одна сторона, переворачиваем. Поджариваем с другой стороны до румяной корочки. Убавляем огонь. Накрываем крышкой и жарим ещё 2-3 минуты. Вот такая гора котлет получается. А какие же они вкусные! Подавать можно такие котлеты с любым гарниром, который вы любите. Ну что, на этом я заканчиваю сегодня своё видео. Обязательно попробуйте, приготовьте! Рецепт вам понравится, это очень вкусно и быстро! Ну а я, как всегда, желаю вам приятного аппетита! Спасибо, что были со мной! Подписывайтесь на мой канал, если ещё не подписаны! Обязательно заглядывайте на мой второй канал «Быстрая кухня», где я готовлю простые и быстрые рецепты. Ссылку оставлю в описании. Ну и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok